Документы от родителей, имеющих соответствующие льготы, принимаются до 1 апреля. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Нинецкий округ получит 45 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Наринмаре. Федеральные средства будут выделены по линии Минприроды России. Как сообщили в федеральном ведомстве, ранее было отобрано 30 регионов, которые в 2020 году получат федеральные средства на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда. В общей сложности на эти цели планируется направить более 10 миллиардов рублей. В список регионов попал и Нинецкий округ. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО, выделенные средства планируется направить на рекультивацию свалки ТКО в Наринмаре. Планируется, что округ в порядке софинансирования выделит на проведение этой работы еще 27 миллионов рублей, отметили в профильном региональном департаменте. Согласно опубликованному ранее паспорту национального проекта «Экология», всего в 2019-2024 годах федеральный проект «Чистая страна», в рамках которого ликвидируются незаконные свалки и реабилитируется территория закрытых полигонов и опасных объектов, планируется направить 124 миллиарда рублей. Сертификаты на переселение из районов Крайнего Севера в 2019 году смогут получить порядка 16 окружных семей. На эти цели предусмотрено почти 27 миллионов рублей. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, в 2018 году 21 семья получила государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории климатически благоприятных регионов России на общую сумму 29,5 миллионов рублей. В основном для переезда жители НАО предпочли Архангельскую, Кировскую область и Санкт-Петербург. Программа переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям за счет средств федерального бюджета реализуется с 1996 года. Участниками могут стать уроженцы Ненецкого округа или жители региона, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года. При этом стаж работы на Севере должен составлять не менее 15 календарных лет. Важным условием является отсутствие жилья на территории России за пределами северных регионов. На сегодняшний день в округе сформирована очередь из трех категорий граждан, желающих переехать в теплые регионы России. В ней состоит 1991 заявитель. Очередники, которые желают получить государственный жилищный сертификат в 2020 году, должны подать заявление в профильный департамент в срок до 1 июля текущего года. Право на льготное зачисление в детский сад необходимо подтвердить до 1 апреля. По данным профильного окружного ведомства, в льготной очереди нуждающихся в детских садах Наринмара и поселка Искателли состоит порядка 460 детей. Это дети военнослужащих, сотрудников полиции, одиноких матерей, дети из многодетных семей и другие категории. В настоящее время в Департаменте образования, культуры и спорта НАУ проводится подготовка к заседанию комиссии, которая в апреле распределит детей по дошкольным учреждениям. При комплектовании образовательных организаций соблюдается следующая норма. Количество мест, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей нельготных категорий. Чтобы сохранить право на предоставление места в детском саду во внеочередном или первоочередном порядке, с сентября 2019 года родителям необходимо предоставить подтверждающие документы в профильный департамент в срок до 1 апреля. Документы принимаются во вторник и четверг с 14 до 17 часов. По адресу город Наринмар, улица Ленина, дом 23А, 6-й подъезд, 4-й этаж, кабинет 106. Телефон для справок 2-12-27. На сегодняшний день в Ненецком округе ведут работу 22 организации дошкольного образования. Количество воспитанников в них составляет 3571 человек. Парламентарии Ненецкого округа обсудили проблемы сельских ФАПов. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи с поселком Индиго. Участие в нем приняли парламентарии Максим Арбузов, Анна Булатова и Ольга Карпова. Совместно с руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергеем Свиридовым. Фельдшер поселкового ФАПа Светлана Дьяченко ответила на вопросы депутатов и обозначила ряд проблемных вопросов, которые приходится решать сельским медикам. Одна из основных проблем – это нехватка жилья. По информации Светланы Дьяченко, сейчас медики зачастую снимают квартиры, получая при этом компенсацию с бюджета. Но иногда на селе нет свободного арендного жилья. Как отметила Анна Булатова, этот вопрос парламентарии учли при формировании окружного бюджета. Сейчас при строительстве ФАПов на селе по модульной технологии будет предусматриваться и жилье для медработников. Фельдшер из Индиги также рассказала о том, что удалось решить проблему с нехваткой лекарственных препаратов. В настоящее время в медучреждении всегда в наличии есть необходимые лекарства. Мы выписываем молочистый народом Танего Севера в месяц в эпизодные рецепты. То, что есть у нас в аптеке, он сразу получает. Отчего нет в аптеке, мы заказываем, передаем рецепты в центральную аптеку. В центральной аптеке приходят эти медикаменты. Больные приходят заблаговременно. Они уже знают о том, что, возможно, не все препараты у нас имеются в аптечном пункте. Поэтому мы в основном есть запас лекарственных препаратов. Мы об этом говорим сразу больному. По информации Сергея Сверидова, существующая схема уже доказала свою эффективность. Таким образом, люди без длительного ожидания получают необходимые лекарства. В свою очередь, Анна Булатова отметила, что вопрос работы сельских медицинских учреждений находится на постоянном контроле депутатского корпуса. Депутаты городского совета обсудили меры по снижению употребления алкоголя жителями окружной столицы. За основу были взяты данные проведенного опроса. В нем приняло участие более тысячи человек. Опрос проводился анонимно путем анкетирования в сети. Для повышения эффективности математического анализа было дополнительно проведено 12 экспертных интервью в различных социальных средах. Молодежь, служащие, предприниматели, спортсмены, члены общественных организаций, ветераны. Более трети проголосовавших, 37,5% респондентов, не верят в победу над алкоголем. Они так и ответили – ничего не поможет. За пропаганду здорового образа жизни высказались 28,7%. В этот ответ участники опроса включили занятия спортом и физкультурой, здоровое питание, развитие системы культурного досуга, профилактические мероприятия. О том, что действенной мерой станет только полный запрет, высказались 15,4%. Дальше идут такие варианты, как пропаганда культуры потребления алкоголя, запрет на продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года, проведение масштабной антиалкогольной кампании. Замыкают рейтинг две ограничительные меры – перенос точек реализации спиртного за пределы города и ограничение времени продажи. Я считаю, что все эти ответы – это хороший результат, о чем сегодня думают люди. И смотря на этот вопрос, приходим к выводу, что все-таки проблема эта существует, и она достаточно серьезная для наших граждан. Учитывая, что 1144 человек – это 5% населения нашего города, то можно учитывать, что у нас население города видит эту проблему, понимает и понимает, что с ней что-то надо делать и предлагает пути решения. Несмотря на то, что безусловным лидером среди мер по снижению потребления алкоголя является пропаганда здорового образа жизни, почти половина ответивших наиболее оптимальным считают различные ограничительные меры. Готовность такого большого количества пойти на ограничения, как правило, говорит об осознании серьезности проблемы. Из данного исследования можно сделать первоначальный вывод, что для снижения употребления алкоголя необходим комплекс действий и решений, объединенных в некую целевую программу, которая объединит в себе, во-первых, пропаганду здорового образа жизни, но обязательно с созданием условий для ведения такого образа жизни. Не просто пропагандой заниматься, но и создать какие-то условия определенные. Для этого. Ввиду того, что часть ограничительных предложений относится к вопросам федерального регулирования, отметила Ольга Питунина, необходимо сформировать законодательные предложения по изменению федеральных законов в этой части и обратиться к представителям округа в Государственной Думе и Совете Федерации для поддержки инициативы. Как распознать признаки инсульта и инфаркта, а также оказать первую помощь себе или близким, рассказали окружным пенсионерам в рамках занятий Университета пожилых людей. Такие занятия проходят на базе библиотеки имени Алексея Печкова уже пять лет. Факультет здоровья традиционно один из самых посещаемых. Умение оказывать первую медицинскую помощь может пригодиться каждому человеку. Узнать о том, как вести себя в экстремальной ситуации, оказать помощь и даже спасти жизнь, на факультет здоровья пришли 25 слушателей Общественного заполярного университета для пожилых людей. Участников Университета здоровья очень важно научить таким самым простым аспектом оказания первой помощи. Мы сегодня поговорим и об инсульте, об инфаркте, о том, когда у человека нет сознания, нет дыхания, что делать, электротравмы, отморожения, приступы эпилепсии, обморок, носовые кровотечения, вообще кровотечения. То есть затронем вот эти темы. И наша задача сегодня – научить людей практическим навыкам оказания первой помощи в быту себе или своим родным и близким и знакомым. Слушатели работают на манекенах, учатся выявлять первые признаки онкологических заболеваний, правильно делать массаж сердца и многое другое. Лекции на факультете здоровья проходят каждую неделю. Цель наших мероприятий – это пропаганда здорового образа жизни. Наши слушатели узнают много очень интересного и полезного, как бы продлить свою жизнь, сохранить свое здоровье, привить здоровый образ жизни. Мы встречаемся, мы уже встречались очень много со специалистами, с узкими специалистами нашей окружной больницы, поликлиники. К нам приходили работники аптек. При Общественном заполярном университете для пожилых людей, кроме факультета здоровья, работают также факультет литературы, правовых знаний, краеведения и курсы компьютерной грамотности для начинающих. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе объявлен конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития межнациональных отношений, а также организаций, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера. Как сообщили в Департаменте внутренней политики НАО, результаты конкурса будут объявлены комиссией и опубликованы на сайте ведомства после 11 марта. Максимальная сумма гранта из окружного бюджета – 250 тысяч рублей на одну некоммерческую организацию. В рамках данного конкурса для проектов участников определены четыре приоритетных направления, в их числе развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности культуры, языков и традиций народов России, социальная и культурная адаптация, интеграция мигрантов, а также деятельность в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных народов Севера. При оценке заявок конкурсная комиссия будет учитывать критерии значимости и актуальности проекта, его экономическую и социальную эффективность, профессиональную компетенцию участника. В целом, в 2019 году на поддержку некоммерческого сектора по данному направлению из окружной казны выделено порядка 2,5 миллионов рублей. Еще 730 тысяч, предусмотренных федеральным бюджетом, будут распределены между некоммерческими организациями в июне. В Наринмаре состоялась всероссийская акция «Перерыв на кино». Это просмотр короткометражных фильмов молодых режиссеров. Взгляд нового поколения на события Великой Отечественной войны. Традиционно участниками акции становятся старшеклассники. Она проходит в четвертый раз. В этот раз ее приурочили ко Дню Защитника Отечества. КИНОФЕСТИВАЛЬ У каждого режиссера, у каждого художника свой взгляд на события Великой Отечественной войны. На самом деле все фильмы, они очень разные, но суть одна. Ну, конечно же, там сражения, показана боль, грусть, печаль вот этих событий. Программа общей длительностью около часа включает в себя картины, посвященные тем, кто сражался за нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Зрителям Ниньского округа в рамках акции было представлено три кинокартины. Письмо из прошлого режиссера Андрея Епифанцева, броневик режиссера Вадима Кондолинского и жить режиссера Игоря Писаренко. Я второй раз вот на фестивале короткометражного фильма. Думаю, что именно тема Великой Отечественной войны, она интересна, как на это смотрят молодые режиссеры. И ребятам полезно иногда проникаться тем, что они видели на экране сегодня. Я была тронута, потому что я вспомнила, как мы ездили в Питер на 9 мая с родителями, с бабушкой, с семьей. И там также мы нашли могилу моего прадеда. Мы думали тоже, что он без вести пропавший. И нашли наконец его могилу. И я даже прослезилась, потому что это ужасное дело, война. Я рада, что существуют такие фильмы и что все это прошло. Как отмечают организаторы акции, это честное кино. Непредвзятое и некоммерческое. От потомков тех, кто воевал и победил. Александра Литкова, Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.